доброе утро всем решил собирать домашнюю библиотеку уже года два-три не читал вот все книги которые у меня раньше были когда еще до переезда в краснодар у меня там остались какие-то раздали выкинули продали вот сейчас многое хотелось бы перечитать я понял что вот самый большой рост у меня в жизни был когда я книги читал когда я что-то учил изучал вот и решил начать восстанавливать вот эту привычку сложно даже сейчас вот начал читать даже сложно сконцентрироваться на книге что-то все время отвлекает все раздражает не знаю надо сейчас еще эту привычку восстановить вот взял первые три книжки в библиотеку жесткий менеджмент беседы с богом необычная для меня книга со словом бог вот и еще вот такая вот книжка парадокс шимпанзе я читаю в основном только такую бизнес литературу психологию вот это вообще первый раз у меня эзотерика первая книжка по эзотерике он буду читать немного восстанавливать привычку в общем съездили к соседу у нас сосед там делает гамаки вот съездили полежали там на его гамаки но на его гамаках которые он делает они там разные у него один широкий можно хоть пятером лежать один поуже вот повешу сюда другой гамак он правда будет разноцветный такой яркое пятно такое будет там желтый зеленый полосами такая ткань вот у них вот и он будет длиннее и не будет вот так вот это по этой вот ездит она самая жесткая вот вот этот край неудобный а там будет просто ткань она не будет так стягиваться попробуем не знаю когда правда сделает разобрал я там свою грядку единственную на участке вот и все выкосил теперь нормально сад смотрится вот горшки сюда принес тут мне мама лук посылала еще не знаю когда весной когда-то у меня лежал все в складе я вот его посадил может хоть чуть к зиме вырастет немного вот друзья это лучший арбуз этого сезона просто идеальный мы съели на этом сезоне уже штук 20-30 арбузов вообще любители арбузов вот у него такая вот корка не зеленые полоски какая-то белая в магазине он по моему мраморный называется и у него косточки вот последние года два не попадала арбузов с большими вот такими вот косточками все время косточки какие-то мелкие а тут вот попал прям с такими большими косточками и он сладкий даже вот здесь вот у корки просто он сочный он не мясистый ну то есть знаете бывает арбуз такие прям уже мякоть такая высохшая подсохшая он прям не знаю идеальный арбуз первый раз нам в этом сезоне попал а я помните в прошлом видео убрал такой же только он был с маленькими косточками и был ну арбуз как арбуз обычный а этот прям вообще ништяк сладкий я обкосил сейчас вокруг пруда триммером рука трясется даже от этого триммера неудобного 1 одноручного вот прибрал маленького круг пруда все вот эти сорняки заросшие засохшие чтобы на зиму их не было с трактором пока не получается договориться он на ремонте до конца августа мне тракторист сказал вот поэтому у меня уже там зарастает снова хоть снова на выкашивать я выкашивал специально чтобы трактором уже ровнять эту землю под сад сейчас буду рыбу готовить по цели мы вот на такую скумбрию она получается вообще как копченая мы раньше всегда такую скумбрию только в коптильне делали а сейчас я просто на шампуре и и жарю и вообще она как копченая про вкуснейшая рыба получается я даже не перчу солю тут тогда поперчил не очень было ну перец такой из мельницы он больно хороший вот просто солю и все и жарю на шампуре я вот думаю как можно разнообразить еще контент на моем блоге да не только продукты топ снимать но еще мне вот интересно я наблюдаю за какими-то видеоблогами где рассказывают какие-то проекты как они идут какой-то цели что-то развивают что-то создают допустим какие-то вещи на приложение сайты и так далее вот и я уже давно нахожусь в процессе создания нового проекта мы его уже запустили он уже работает в каком-то там стандартном шаблоне и вот мне сейчас интересно разработать именно интерфейс или этого сайта приложения и так далее но делегировать у меня этот вопрос не получается так как сам еще не понимаю многие моменты интерфейса поэтому сижу вот изучаю программу фигма с нуля и буду в ней учиться рисовать дизайн и напишите будет ли вам интересно вообще смотреть буду иногда вставлять какие-то моменты про создание вот этого проекта как и как 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 вчера вечером закинул морду давайте посмотрим что там миллиард линей и один рак 2 рака никак не получается поймать осетра раки как бы линей не попортили такие рачки довольно активные блин рак иди отсюда пробовал ставить на глубину вообще ничего не поймал так ли не и тут сколько миллионов штук какие-то побольше уже стали какие-то совсем малыши до сих пор 4 14 14 штук она попробую еще брошу на дно разочек хотелось бы хоть какого-то осетрика словить вчера вечером у нас было несколько гостей один гость принес нам вот такой вот гамак это сосед наш делает микрофон зацепил вот мы тогда ездили вон не знаю за сколько за три дня вот сделали они такой гамак теперь у нас такое единственное яркое пятно это все белое серое вот удобный очень гамак конечно по сравнению с тем что было он длиннее намного голова не лежит на доске вот можно троем лежать мы вчера троем сидели все лена и варья и спокойно все влазим не то ничего вроде не отпадает не рвется вот можно сидеть в нем наконец-то там была вот это вот как бы веревка и на ней была натянута сетка и когда садишься эта веревка натягивается и тут нереально было сидеть вот сейчас можно так сидеть хоть как короче можно так сидеть вдвоем допустим вообще класс можно даже одеял одеяло взять лечь с одеялом и все и спать тут достаточно прикольно не сильно выгибает мы его натянули вот сейчас практически идеально на мой взгляд он натянутый вот тут можно руки также положить раз нету сеток удобно книжку читать ну конечно не против солнца если развернуться то нормально а так слепит но колонна конечно защищает от солнца вот единственный минус конечно там была сетка и сквозь сетку было видно все а тут получается вот это вот что перед до мной они видны только сбоку вот доска у меня тут лежит я начал делать стол стеллаж уже вчера подготовил доски надо будет собирать сегодня завтра если сейчас не уеду в мфц а второй гость привез мне вот что это корм точнее добавка опять это высоко протеиновая вот пока что не цельный корм пока что опять добавка ее надо добавлять будет к обычному корму ну там крупом вареным вот сейчас я ее развяжу посмотрим хоть что там я не знаю тут наверно килограмм 50 мы вдвоем его тащили ну точно не 20 не знаю сколько тяжелого он гранулированный уже сейчас я достану развязал вот он такой как карпикорм прессованный я думал сосны только весной растут тут вон сосна что-то второй раз пошла некоторые сосны прям начали вот эти вот отрастать у них почки все ничего у нас конец августа 30 30 августа сосна начала расти не mim think деньги 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 Продолжение следует...